Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами мы приготовим очень вкусный пирог со сливами. Без глютена, без лактозы, без сахара и без куриных яиц. Для приготовления пирога нам понадобится вкусная свежая сладкая слива. Подсластитель я буду использовать сироп агавы, миндальное молоко, молотые семена льна, я использую светлые, натуральный ваниль, разрыхлитель, миндальный жмых. Также понадобится цедра одного лимона, гуаровая камедь, масло кокосовое, я использую без аромата, и три вида муки, амарантовая, пшенная и мука бурого риса. Также для посыпки сверху я посыплю миндальной стружкой и грецким орехом. Первым делом нам нужно молотые семена льна залить растительным молочком. У меня миндальное молоко, заливаем, хорошо перемешиваем и отставляем в сторону постоять, набухнуть. Дальше в стеклянной чаше я смешиваю следующие ингредиенты. Чайная ложка разрыхлителя, гуаровая камедь, две чайные ложки, кокосовое масло, у меня без аромата кокоса, мягкое кокосовое масло, миндальный жмых, он у меня тоже достаточно влажный, цедра лимона, тоже сюда высыпаю, и три вида муки, также столовую ложку сиропа агавы. Очень я люблю ваниль натуральную, она дает очень приятный аромат. Хоть у нас есть и цедра лимона в рецепте, но ваниль я тоже обязательно добавляю. А вы смотрите по желанию. Молотые семена льна уже набухли, высыпаем сюда же к тесту. А дальше все элементарно просто, перемешиваем ложкой. Тесто получается мягкое, как пластилин, даже немножко мягче. Оно не растекается, но вот такое вот податливое будет. Показываю, какое же тесто получилось. Вот такое вот, эластичное, воздушное, мягкое. Тесто закрываем пленочкой или пакетиком и оставляем в сторону постоять. А дальше переходим к нарезанию сливки. Сливку разрезаем пополам, достаем косточку и вот такими вот половиночками так оставляем. Так всю сливку я нарезаю и удаляю косточку. Вот такие вот красивые половиночки получились. Застилаю противень пергаментом и тесто выкладываю по центру моего противня. Вот так вот аккуратненько по центру. Тесто не растекается. Вы заметили, оно вот такое вот мягенькое, податливое. Очень удобно с ним работать. Дальше, обмакивая руки в чистой воде, я из теста формирую прямоугольник на противне. Толщину теста старайтесь сделать не очень толстую. Где-то 0,8-0,7 см. 1 см это уже будет много. Немножко меньше, но и не 0,5. Ну, вот так вот где-то 0,8 см, неполный сантиметр. Вот такое вот тесто, оно как раз будет хорошая такая толщина. Показываю, какой же прямоугольник у меня получился. Вот такой вот толщина по краешкам у меня немножко больше. И немножко я сделала краешки повыше, чтобы сок не особо растекался. Но так как я заметила, что у меня сливы достаточно сочные, я решила присыпать сверху тесто картофельным крахмалом, где-то столовая ложечка. Вот так вот сверху хорошо присыпьте, если у вас тоже будет сливка сочная. Чтобы сок не растекался, и тогда наш пирог не будет очень сильно пригорать. Сливку я выкладываю в ряд, просто сверху теста. Я не утапливаю сливку в тесто, просто вот так вот сверху выкладываю. Ну, на видео достаточно-таки видно все и понятно. В разогретую духовку на 175 градусов я ставлю выпекаться наш пирог. На программе вверх-вниз. Прошел один час, и наш пирог готов. Сок немножко потек из сливки, но это не страшно. Сейчас переложим пирог на решеточку, чтобы он остыл. Пирог перекладываем на решеточку, чтобы он хорошо остыл. Он очень поддается, не ломается прям очень так вот. Но нужно обязательно убрать пергамент, чтобы он не потел. Так, я тут уже немножко отрезала, покажу вам разрез. Посмотрите, вот такой вот разрез. Тесто очень такое мягкое, воздушное. Обалдеть, какое вкусное. И вот еще кусочек. Класс объедения. Вот такой вот пирог. Он такой вкусный. Вы никогда не поверите, что это тесто без яиц, без глютена, без лактозы. Это невероятно вкусно. Так, ну что, попробуем пирог. Хотя тут у меня, конечно, шумненько немножко. Но все-таки попробуем. Пирог очень хорошо пропекся. Я его пекла ровно один час. Видите, он очень хорошо пропекся. И он очень мягенький и воздушный. Класс. Это просто невероятно вкусно. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы получить еще больше здоровых рецептов и вдохновения. Всем пока и до новых встреч!